Всем привет, с вами снова Вэмп, и это продолжение игры Кикбит. Начинаем соло режим, точнее режим истории, как я обещался. Да, игра снова, точнее запись видео снова с голосом. Ну, собственно, уже говорят, что давай продолжай в том же духе. Ну, попробуем, в общем. Открываем режим истории, видите, два персонажа. Второй закрыт, пока мы не пройдем за Ли, нашего основного перса. Так, и вот тут, скажем так, мне очень тяжко одновременно... Я уже пробовал когда играть, ну, без записи видео. В общем, говорить и записывать мне тяжко. Ну, и играть одновременно с этим. Поэтому я продолжу играть на нормале, на самом простом уровне сложности в данном случае. Хотя он, по сути, своей средней, потому что нормал. Так что уж не кидайтесь какашками, даже если в этот момент буду фейлить, потому что для меня одновременно тяжко разделение делать, труда. То есть, половина моего мозга будет отвечать за игру, половина другая за разговор. Ну, образно скажем так. Вот. Так, и смотрите, я собираюсь сделать прохождение игры в формате глав. То есть, монастырь это одна глава, и она состоит из четырех частей. Следующая глава будет арена рестлинга, потом танцевальный клуб и так далее. В общем, короче говоря, буду по нескольку песен в одно видео пихать. Так мне будет быстрее его монтировать и записывать, собственно. Ну, и проходить игру будет гораздо быстрее. Поэтому давайте сделаем так. Так, вводный ролик. Меня зовут Ли. Я здесь заключенный. И все же таки я здесь по своему собственному выбору. И как я сюда попал? Я даже не знаю, с чего начать. Когда-нибудь вы слышали о сфере музыки? Я думаю, что нет. Только всего лишь несколько человек в мире знают о ней. Столетиями она была под охраной древней секретной секты монахов, которую называли Орден Мелодичного Кулака под предводительством мастера Фу. Нужно вся жизнь, чтобы полностью понять сферу и изучить ее. Но то, что в основе лежит, это то, что каждый кусочек музыки ты или кто-либо другой слышал, который вообще существует, он, короче, в этой сфере находится. Ее энергия принимает форму ритма и битов. Оно заставляет двигаться тело и... не знаю... трепещать душу. Я почти хотел бы никогда о ней не слышать. Я почти желал бы никогда о ней не слышать. Почти. И тут кто-то напал на храм. Не знаю, куда делись все долбанные монахи, но биться с вот этой Ордой наемников буду я только сам. И да, я не совсем точно перевожу, потому что приходится переводить быстро, постоянно отвлекаться на звуки, на всякие и тому подобное. Поэтому, если немного не точно, или я буду пропускать небольшие участки диалогов, ну, уж извините, я не профессиональный переводчик. Как могу, так и перевожу. И у нас первая часть монастыря. Музыка от исполнителей South Pau Swagger. It's show time. Ну что ж, it's show time. Значит, нажимаем любую кнопку и продолжаем. Потому что show must go on. Ну-ка, стой. Не вышло. Ой, а теперь я буду с осад. Много и со вкусом. Ну вот о чем речь. Потому что я очень плохо играю в игры с ритмом. Еще хуже в играх, где есть Quick Time Event. Еще я буду на время затыкаться, потому что одновременно говорить и как-то вести геймплей мне очень-очень, зараза, трудно. Ну, музычка охуенная. Showtime. Упс. Хочу сказать, уровень сложности в игре очень сильно влияет на геймплей, потому что на данный момент на меня нападают только стандартные желтые враги. На уровне сложности хард и выше врагов становится гораздо больше, и они нападают более разнообразными группами. Ну, по крайней мере, пока проходим режим истории. Я пока осваиваюсь. В принципе, на следующем персонаже я могу выбрать что-нибудь типа сложнее. Пока чисто тренируюсь. Так что уж, как я и говорю, не бросайтесь какашками, это тяжко. Тем более на джойстике. Я проходил в прошлый раз игру на клавиатуре. Опа! Даже был Татчер, по-моему, из этого Сидж. Еще так прикольно, эти наемники на заднем плане башкой мотают вниз и вверх, когда я бью их напарников. Ха-ха-ха. Даже вы, зараза, кончитесь. Ха-ха-ха. Получай по мордасам. Кстати, можно врубить снова режим этого удвоения очков. Блин, приходится по два раза нажимать клавиши, не забывайте, чтобы собрать усилялки. Особенно вот эта усилялка здоровья. Раз, два, три. По-хорошему, надо просто попасть в бит музыки, но мне медведь на голову наступил. При этом на оба уха, походу. Так как у меня еще нос заложен, походу на нос тоже. Эй, прошли. Ну, собственно, привет, демонетизация и блокировка канала на ютюбе. За музыку. Ну да, видите, я не победил двух красных в конце, в самом не успел нажать. Perfect Hits у меня был всего лишь 38, зато перебил почти всех желтеньких, кроме трех, из всех синеньких. Ну, контируя. Монастырь, часть 2, группа Styles of Beyond, 9-2, или как-то так, Grant Northman Superstar Remix. Короче говоря, ремикс какой-то песни этой группы. Ну что ж, вперед. Продолжим бить рожи врагам. Сейчас, наверное, должно быть посложнее, коли это вторая часть. Бум. Бум. Ой, что ж вас так много-то. О, дребезжание на экране вообще никак не помогает в геймплее. Это влёкся на другого чувака. Ой. Ну, здоровье, это хорошо. Старенькая довольно-таки песня, на самом деле. Ну, о чём речь? Какого года музыка, да? Ну, она и до этого, по-моему, была уже довольно такой. Ну, хотя, как я сказал, это ремикс. Возможно, ремикс был по-новей, чем сама. Музыка, да, шо, шо, так много-то. Даже со всей этой помощью я умудряюсь просирать удары. Всё, здоровье. Красненькие. Опыт. Не знаю, что это за приём, но, походу, он эффективен. Опс, не так кнопка. Вот теперь так. Блин, я всё равно получил по мордасам. Ух ты. В стиле матрицы. Так, мне нужно... I need the healing. I have... Короче, у меня из 100% всего лишь 93. Мне нужно лечение. Опа. Вот вам пауэрап в лицо. А-а-а. О, вон аптечка идёт. Отлично, забрал. Ух, как неудобно. Бам, по лицу. Филища. Хе-хе-хе. Бум. Почему они не идут никогда в одно место? Ла, как быстро. Слишком быстро для меня, на самом деле. Уже реакции не хватает. Тем более под самый вечер. Это почти 11 часов вечера. Хе-хе-хе. Я уже спать хочу. Хе-хе. Так, ещё очки. Так, щит на всякий пожарный. Вау. Чё-то щит поставил и тут же просрал, потому что отвлёкся на него. На тебе, рыжий, пяткой в нос. Можно усилок добавить, очков опыта. Ой, не опыта, а очков обычных. Ну вы поняли, короче говоря. У меня мозги уже не работают. О, аптечка. Спасибо, господин аптечка. Закружайтесь уже с песней. Два врага осталось буквально. Хоп, и прошли. Так, игрушку брать мешает. Ну, хуже или лучше в этот раз. Фиг его знает. Следующая песня. Часть 3. Группа Env. Или Envy. Да, наверное, Envy. Destination. Или Destination. Нажимаем Continuer. Ух ты, какой клубняк попёр. Аж приятно леща раздавать налево и направо жёлтеньким. Правда, сейчас пойдут синенькие и красненькие, и мне будет плохо. Блин, напоминает песни из 90-х. Ай. Ну, не песни, музыку из 90-х, скорее, такое. Дестination. Бум. Почему у нас нет таких ударов в самой игре? Вообще, я мог эту игру записать или застребить с помощью PlayStation Elite. Потому что она там есть. Она там, по-моему, впервые выходила. Потому что с Steam она появилась гораздо позже. На-нах. В спину. И под морду. Но уже решил на ПК. Ибо разрешение повыше. И не тормозит. Дай чё-то базюкаться с закидыванием игры на Виту. Как-то тоже лень было. Я же собрал вроде тот пау-рап на усилялку удара. Но, видать, нет. Ага. Призрака ты ударить не можешь, а призрак может ударить тебя. Вот, синенькие пошли. На-нах. Что, всё, что ли? Вся музыка? Круто. Шустренько и быстренько. Эй, новый счёт. Ну, в принципе, неплохо. Я так думаю. Не ещё не настолько, чтобы хорошо... Не настолько хорошо, чтобы ещё играть в Хацунамитсу. На всяких там Диво. 2F, 3F или какие-то там гонки. Эти музыкальные игры на PlayStation и тому подобное. Но, в принципе, можно зарубиться в ОСУ. С такими результатами. Какую-нибудь простенькую песенку. Так, монастырь. Шеф наёмников. Это босс. И самое забавное, что в монастыре играет песня Мерлина Мэнсона Beautiful People. Выбор, конечно, вообще охрененный. На мой взгляд. Ну, как, кстати, в кавычках охрененный. Но, видать, мастер Фу, который изображён на экране, любит почему-то труды мистера Мэнсона. Какой здоровый дядька. Скорее, набери Чи и используй его, чтобы защитить меня. Окей. Значит, надо набирать Чи. Я так думаю, этот товарищ монах должен это, как его. О, класс. Мы сейчас лазером всех атакуем. Офигенно для игры про боевое искусство, в принципе, да, стрелять из глаз статую лазером. Кстати, прикольная статуя. Было бы неплохо в каждом монастыре Шаолини иметь статую, которая стреляет лазером из глаз. Хотя, может, они там и стоят, кто знает. Никто же не спрашивает у мастеров Шаолини, что у них статуя встроена. А, надо, блин, я это как-то уже заигрался, я бы сказал. Так, одна из статуй сломалась. Следующая. Ну, я уже сломал второй раз лидера. Буквально осталось чуть-чуть. Ой, кажется, мастеру вломили. Отвлёкся. Третий раз. Бум! Ну да, это довольно-таки легко было. Так что... Ничего не говорю. Музычка, конечно, та ещё, да? Я же говорю, кажется, наш мастер очень любит подобную рок-музыки. Ему, кажется, нравится Мерлин Мессли. Так, только две статуи из четырёх, а я уже завалил босса. Я так понимаю, осталось добить только его прихвостней. И дослушать музыку до конца, да? Ну да. Уничтожь оставшиеся войска. Блин, хочу себе такую статую домой. Всё, осталась последняя статуя, походу. И, наверное, последние враги. И, наверное, последние враги. Блин, а жизнь не заканчивается стариками. Надо это, это, по это, по речи быть. Эй, я же не попал. Наверное, был слишком это... Слишком быстрый нажатий. Самая быстрая рука на Диком Западе, да? Кстати, надо бы какую-нибудь игру про Дикий Запад по стремителе поиграть. Чё, типа Gun или Dead Man's Hand. О, или Red Dead Revolver. Что Red Dead Redemption 1 и 2, к сожалению, на ПК пока нет. Какая-то отсутствует. Я же нажал. Ну, всё как обычно. Я нажал, игра не засчитала. Но мы прошли. На тебе пятка в лицо. У, аж 4. Канитина. Мы открыли... Жёлтого человека. Жёлтого наёмника, да? За 10 бронзовых звёзд. Мы открыли режим визуалайзера. Так. Короче, он позволяет просмотреть идеальное прохождение любой песни. Так, и вы открыли Beat Your Music режим. То есть, теперь вы можете создавать свои собственные треки. Или из вашей... Или из вашей... Ну, короче, свои собственные... Да. Ну, короче говоря. Дорожки из вашей сохранённой музыки, да? Или просто делать ваши, короче говоря... Ну, уровни позволяет делать. Короче, режим строителей уровней, наверное. Сфера... Да, вроде на месте. Но чё-то потихоньку уменьшается. Судя по цифрам тоже. И скоро рванёт, походу. Хе-хе. Ой, кажется, музыка в мире заканчивается. Эй, а как же моя веркосердючка? Моя коллекция? Нет! Да, пацана тоже веркосердючка закончилась. О, кощунство. Рок-фестиваль же. Без Элвиса придётся ехать. К сожалению. Сфера... Это был отвлекающий манёвр. Спаси то, что ты можешь. Спаси то, что успеешь. Или то, что сможешь, короче. Так, короче говоря. Нас отвлекли и сферу, короче говоря, спёрли. Слушай, звук такой, как будто бы он заряжает бластер охотников за привидениями. Так, они забрали все песни? Да. Да ну нахер. Даже Джастина Бивера? Лучше бы Джастина Бивера. Радио Земля. Единственное музыкальное радио на планете. Идём за мной. Или подойди. Лучше сказать, подойди, да. Блин, что-то для храма слишком у них крутые эти, как их там, достижения науки, да? Так, это мистер Халиси. Он владелец Earth, земельный, короче, интертеймент. Знаешь, что это? 30 лет назад, Earth Entertainment была одной из самых больших медиакорпораций в мире. Они основали Халиси Хэчкью, ТВ-каналы, танцевальные клубы, рок-арены и тому подобное. Но потом они исчезли. Но что случилось? Они были разбиты и, короче, держались в тени до этого момента. Так что ж, мистер Халиси хочет поставить монополизацию на музыку? Да, так и есть. И что же вы хотите сделать, мастер? Я хочу, чтобы ты пошёл за ним. Вы хотите выметь вину меня? Мастер, я же ничего не знаю. Типа, ты готов, тебе просто нужно верить в себя и помнить всё то, чему я тебе, типа, говорил все эти годы. Мастер, ну я всё-таки здесь, ну и мастер, я же здесь был всего лишь несколько месяцев. Ладно. У вас есть идея, где можно найти этого мистера Халиси? Радио Земля находится в Токио. Так, но также... Короче, нам нужно будет отправиться в Европу и... Во много мест, короче, говоря. Короче, возьми это и тебе понравится вся информация, которая там есть. И мы летим, короче, в Чикаго. Е-мое, как это быстро всё нужно переводить. Помни, ты избранный, только ты можешь победить их. Мы рассчитываем на тебя. И это песня Рестлинг Арена, Part 1. И, чёрт, это одна из самых моих любимых песен. Исполнитель Селдвеллер и песня Свичбак. И прям я её обожаю. Но оставим её на следующий раз. Потому что, как я сказал, я буду разделять видео на главы. Поэтому это концовка главы 1. Поэтому всем спасибо за просмотр. За то, что видели, как я фейлил. За то, что видели, как я ужасно перевожу английский текст на слух. Во время диалога. Они только в статичных текстах. И, в общем, вас ждёт ещё, по крайней мере, 4 или 5 таких подходов от меня. А, какой 4 или 5? Там же ещё второй персонаж. Поэтому, ну, ждите. Всё, как говорится, будет дальше. Ну, а пока всем спасибо за просмотр. С вами был Вэмп. Ну, и встретимся в следующих прохождениях этой игры. В общем, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok